привет я считаю что сейчас самый удачный гибридный седан это honda аккорд в этом видео мы разберемся почему аккорд круче чем camry сай и даже гибридный crown заварите чайка и не отключает у нас на канале было видео про соревнования сая аккорда и крауна и люди в комментариях требовали поподробнее рассказать про технологии аккорда и в этом видео мы разберем всю технологическую часть этой машины и в этом видео вы поймете то что это реально машина выше награды у всех гибридных toyota класса сая и crown кратко о технической начинке здесь стоит двухлитровый мотор lfa на 143 бензиновые лошади здесь стоит гибридная установка 124 киловатта и здесь стоит е вариатор ну как во всех каталогах пишется просто вариатор но он имеет 6 ступеней и о нем поподробнее у нас будет позже в общем вроде бы обычные агрегаты но они необычны и если разобраться если покопаться в переводах мануала к этой машине там просто в нем реализована система ай м м д то есть здесь как бы два мотора в одном один мотор отвечает за работу в виде генератора который подзаряжает нам батарейку и который питает электродвигатель от электродвигателя идет привода в колеса и второй мотор отвечает за привода также в передние колеса то есть на очень высоких скоростях либо когда у вас полностью бензиновый ход когда полностью разрядилась батарейка этот двигатель толкает ваши колеса в общем здесь двигатель хонда аккорд играет роль по большей части генератора у nissana эта технология реализована е-power то есть там от бензинового двигателя вообще нету приводов колеса но когда вы едете в гибридном режиме у вас основное усилие дает электромотор а бензиновый мотор играет основную роль в виде генератора отсюда и такая бешеная динамика этого автомобиля парный ходовой двигатель и двигатель генератор эффективно справляются в качестве шестиступенчатой трансмиссии которая симулирует переключение на более низкие скорости и блокируется на более высоких скоростях везде в каталогах это называется есть и вики то есть вариатор в каталоге дрома и прочих каталогах написано вариатор по факту это электронный вариатор который работает всегда следит за вашей скоростью следит за педалью газа и он всегда переключается на более низкую передачу чтобы сохранять динамику аккорда и вы всегда чувствовали хорошую тягу в общем очень интересно реализовано и мы сейчас прокатимся и посмотрим как эта технология работает живую мощность гибридной установки 124 киловатта это больше чем у всех тойот гибридных приуса приуса печки крауна сая и это выражается в его динамике эта машина едет даже лучше чем turbo моторы я говорю только про начало езды про старт что аккорд поедет лучше чем любой turbo мотор сейчас есть атлеты 2 литра turbo да даже какие-то старички на вешках они все равно в начале проиграют аккорду потому что гибридная установка 124 киловатта которая мощнее любой тойотовской установки дает ему бешеную динамику в начале даже turbo моторы останутся позади одно из главных отличий гибридной системы от тойотовской то что в эти годы уже в аккорде стоит литий-ионная батарея хотя в краунах стоит никель металл гидридная литий он это более современная батарея она сейчас ставится на новые prius она ставится на 70 камри которая представлена в гибридной версии только на внутреннем рынке японии и в россии в других странах она недоступна там ставится литий-ион аккорд 2013 14 15 годах уже стоял литий-ион из-за этого также у нас батарейка лучше отдает энергию и соответственно эта машина реально лучше едет и рекуперация более эффективная на литий-ион тормозная система также в аккорде можно сказать революционная она здесь сделана в очень рекуперационном виде когда вы там когда вы просто даже отпускаете педаль газа машина понимает что возможно вы сейчас будете тормозить и она уже электродвигателем начинает притормаживать тем самым заряжая нам батарейку и снижая скорость если вы трогаете педаль газа то фрикцион тормоза приходят в действие но в первую очередь машина тормозит только электродвигателем и если у вас какое-то резкое торможение какая-то ситуация на дороге то полностью включаются фрикционные тормоза и становится машину в общем что здесь тормоза вроде бы система похожа как и на любую другую гибридную машину но здесь это реализовано в основном электромотором машина тормозит и ощущение также как на е-power на ноте что очень высокая рекуперация тем самым вы можете эту машину остановить буквально на полном ходу за несколько метров проверял лично я уверен у вас уже закрались мысли это такая современная тачка здесь какой-то двойной бензиновый мотор электромотор который вообще вся гибридная система которая мощнее чем на тойотах здесь литий-ионная батарея которая сейчас еще в россии она очень редко и вообще аккордов в разбор контрактных тем более ног запчастей вообще днем с огнем не сыщешь и вы думаете купишь аккорда если сломается то все труба будет стоять ждать запчасти запчасти стоят очень дорого я вас успокоил эти машины на аукционах они там четырнадцатого года пятнадцатого года уже есть экземпляры которые пробежали 300 плюс и с ними все окей они получают оценки на аукционе 354 то есть с ними все в порядке технически у них нет трех звезд ребята из гибрид сервиса говорят то что к ним приезжают аккорды и у них только замены жидкостей замена колодок там но в общем плановое обслуживание там проверка батареи емкости там ее остатка ничего не происходит никто не меняет коробку никто не меняет электромотор никто не меняет батареи эта машина надежно honda молодцы у тойоты нету прям каких-то и революционных разработок таких как у хонды таких как у митсубиши outlander ph ev то есть там очень тоже интересный гибрид но они занимают лидирующее место на рынке гибридов и honda и митсубиши все равно поджимают их и я надеюсь то что технологические разработки от хонды дальше будут двигаться вперед и все-таки они выйдут вровень с тойота и тойота я уже уверен они задумываются чтобы новое придумать как сделать свои гибридные автомобили еще более совершенными быстрыми и надежными ходовая частью аккорда неизменная это передний привод у нас здесь стоит на горы чашка сзади эта машина вот уникально даже в этом то есть в городе он быстрые маневренные намного проще развернуться чем на всяких краунах на больших седанах а когда ты выезжаешь на трассу эта машина превращается в диван на 180 ты держишь руль до чуть-чуть идет вибрации того то что передний привод но я не скажу что я разительно замечаю разницу как на заднем приводе как на крауне когда я езжу дед там 180 километров эта машина прям гибрид даже в езде по дорогам в городе она ничуть не проигрывает она быстро на ней очень легко парковаться где-то там прыгать в рядах за городом ты просто едешь комфортно в диване также еще важный технический аспект что опционально ставится адаптивный круиз-контроль есть камера которая следит за полосой и камеры которая следит за препятствием спереди то есть в этой машине есть такие опции которые встречаются только на g атлетах либо в полных роялях клиренс у аккорда 135 миллиметров у атлета 130 миллиметров вроде бы всего пол сантиметра разница но я вам скажу так у атлета очень большие свесы и даже заезжая на подъемник не подкладывают дощечки чтобы я заехал хотя тут даже нету обвеса моделиста там каких-то порогов диких а в аккорде этих проблем вы не будете испытывать он выше на пол сантиметра и у него нету таких светов это тачка более практичная чем вот этот здоровяк друзья что-то я чувствую то что вы особо прям так не впечатлились от технологии окей давайте про расход сейчас он мне показывает 17.5 километров на литр это я езжу просто как дурачок который сел с крауна который как бы медленный ты садишься в аккорды ты просто вау нифига валит и у меня 17.5 я в эко режиме на крауне езжу по городу только по городу то есть где-то в пробочке где-то по мосту проехал в общем городской режим расход внимание 11.5 километров на литр в эко режиме на крауне спокойная езда не вот такая вот бешеная как здесь сай вообще позавидует у меня с кондиционером летом расход где-то 10 километров на литр то есть az вообще проигрывает со всей гибридной системой вот этой тойотовской который реализована в сае проигрывает камри примерно те же самые показатели что в крауне наверное может быть чуть-чуть получше потому что камрик немного полегче аккорд имеет расход которому даже в каких-то моментах позавидует приус на приусе можно выжать такие показатели а если еще пин но вообще ездить медленно реально пенсионерить на этой машине максимум что я встречал в отзывах на эту машину это 19 километров на литр это очень хорошие вообще показать а если нарубить кнопочку эко я прям чувствую рекуперация прям посильнее началась когда отпустил педаль газа вы можете выжать наверное даже более 20 это очень экономичная машина 7 литров 6 литров 5 литров вы можете сделать такие цифры на сотню на honda accord гибрид cr6 друзья если вы ездите на европейских машинах на американских машинах и вам не совсем понятно японская вот эта система расчета а в г перевожу смотрите если у вас 20 километров на литр показывает машина то у вас расход 5 литров на сотню то есть 17.5 километров на литр это примерно где-то шесть с половиной литров ну максимум 7 очень хорошие цифры прям очень хорошие если вам все равно мало того что я вам рассказал есть машина уже такая в рестайлинге 16 года с мая выпускается honda cr7 это рестайлинг у него новая оптика передняя задняя у него пропала ручка селектора он уже идет на кнопках они доработали бензиновый мотор они доработали электромотор и вообще всю техническую связку и в том числе вариатор в общем эта машина стала еще интереснее и она стала легче на 200 килограмм то есть она стала еще быстрее и еще более экономичнее подобное ощущение даже на турбо форестере даже на леворке 300 сил ты не получаешь в начале все равно есть турбо лак у этих машины в начале они все равно они думают потом когда там подключается турбина только они начинают ехать здесь с низов благодаря настройки гибридной установки и бензиновому мотору вы сразу же едете прям сразу же это примерно до похоже на езду на электрокаре либо на ноте и power который напоминаю тем кто не знает там параллельно гибрид то есть там моторы чар 12 1 и 2 выполняют роль генератора а весь привод в колеса идет с электромотора как только ты отпускаешь педаль газа прям чувствуется рекуперация машина начинает подтормаживать но на более низких скоростях ты чувствуешь торможение сильнее вот сейчас мы едем там в районе сотни 120 я думаю аккорд понимает то что вообще вся как электрика все мозги понимают то что мы сейчас едем как бы быстро и сейчас мы не собираемся там особо тормозить и не чувствуется такое торможение как допустим в городе в пределах там 40 50 там только ты отпускаешь педаль газа ты чувствуешь рекуперацию торможение автомобиля электродвигателя просто изи 160 идет 170 изи вообще на крауни нужно больше времени бросая вообще даже молчу там вообще там до свидания сразу эта машина провоцирует вас ездить очень быстро 10 минут назад я сидел в крауни и здесь мне нравится больше единственная посадка здесь ты здесь больше сидишь в крауни ты все равно более повальяжнее там ты прям вот лежишь у тебя сам салон чуть побольше пошире и ты вот прям лежишь здесь сидишь получается два монитора один на мультимедиа другой на компьютер отдельно печка тоже вам показывает куда все дует джойстик управления руль современный кожаный с косточкой есть без косточки мне вообще на самом деле в крауни нету косточки думаю блин ну как можно было в такую тачку не поставить косточку а потом я вспоминаю свои ощущения когда ты зимой без перчаток я вообще не ношу перчатки ты берешься за холодную эту кость за этот пластик и у тебя рука прямо ну прям очень холодно вот так что в общем не скажу что это большой плюс летом да классно кнопки все современные принять вызов управления музыкой круиз все здесь это есть кнопка запуска у нас слева вставки под какое-то темное дерево на самом деле это пластик кожаный салон идет опционально его можно встретить и в комплектации x которая более пониже в общем все опции можно найти даже в x здесь у нас нету контроля полосы у нас здесь нету контроля столкновения с препятствиями у нас здесь нету фонарика который бьет желтым прям по глазам когда вы там приближаетесь к это слишком быстро машине там в общем как-то ведется по мнению аккорда не очень адекватно здесь этого нету зато у нас здесь есть подогревы у нас здесь есть память сиденья для водителя на две персоны нельзя четко сказать что в е иксе это будет прям бедная машина то есть у нас здесь есть и люк у нас здесь и кожа и подогревы но нет контроля за полосой салон мне нравится кнопки как все нажимается все круто единственный момент селектор в cr7 его уже нету сзади люди сидят комфортно пять метров седан позволяет сделать задние сиденья очень комфортными то есть можно откинуться не сидишь как в honda grace какой-то либо там в аксио либо в олеоне вот в общем по салону не скажу что уступает крауну сай все устарело камри скучно краун не знаю они все зашили в сенсор и мне это не очень по нраву в аккорде много кнопок хочешь туда дави хочешь сюда давить что-то светится два монитора елочки тебе он растит показывает интерактивно посмотрите современно там чарч идет у тебя разрядка батареи анимация ready to drive показывает очень компьютер интересный все отрисовано качественно елки рисует хвалит тебя за это выражена высаженными елочками есть камера которая смотрит когда вы едете по моему до 20 километров которая смотрит и прямо и чуть влево вправо в общем за салон машина получает тоже мою высшую оценку среди вот этой вот тойотовской всей кодлы сай камри экран аккорд выигрывает друзья если вы любите лоск вы любите еще больше машины вы любите задний привод либо полный привод еще больше опций в салоне у меня для вас кое-что есть от хонды хонда легенда пятого поколения которая выпускалась с пятнадцатого года по 18 вы только вслушайтесь полный привод 3 5 мотор 314 лошадей 3 электромотора гибрид семиступенчатый робот на этой базе по большому счету построена легендарная honda nsx спорткар который стоит 24 миллиона и он это очень дорого и вы можете в принципе те же самые технологии получить в хонде легенде старт цен всего лишь 2 миллиона рублей с пробегом 30 40 тысяч 50 в очень хорошем состоянии вы можете прикупить ее за 2 200 за 2 300 за данные деньги люди покупают рестайловых крауна 2016 года я бы купил бы легенду однозначно жирнее просто некуда друзья какие сейчас актуальные цены на honda аккорд смотрите cr6 то есть это 13 14 год цена будет пример самый старт миллион рублей на дроме есть варианты по 880 по 900 по 950 это машины не честно их просто ниже нету миллиона цены фейк если вы хотите уже рестайли другая оптика другая внутренняя начинка вся техническая уже будет другой салон чуть-чуть не будет селектора самый старт за cr7 2016 год миллион четыреста пятьдесят я думаю нормальные цены потому что за миллион четыреста пятьдесят даже атлета сейчас не возьмешь а cr7 поинтереснее атлета если вам внешность не особо важно если вам нравится внешность аккорда не покупайте атлет купите аккорд и наслаждайтесь это совершенно не побоюсь этого слова в данный момент гибридным седаном от honda друзья если вы собираетесь прикупить себе какой-либо седан на гибриде это марк x сай camry правый руль toyota crown я вам рекомендую обязательно сходите на рынок посидите в аккорде прокатитесь посмотрите наши все видео про аккордов и попробуйте эту машину те же самые деньги вы влюбитесь в этот авто и потом вы вообще станете хандоводом вы потом может быть сяйте на легенду на следующий рестайлинг аккорда в общем эта машина войдет в вашу жизнь она мне очень нравится и за те же самые деньги что стоит crown можно купить вот такого технологичного красивого аккорда друзья я знаю в этом видео были очень сильные заявления что аккорд даже круче крауна поэтому мы вас всех ждем в комментариях внизу не забудьте поставить лайк подписаться на канал написать комментарий что вы думаете все таки эта машина посильнее toyota вских седанов а еще лучше люди которые владеют этими машин напишите ваше мнение про этот авто а если вы владели toyota вскими гибридами напишите ваше сравнение очень будет интересно давайте пообщаемся внизу а я с вами прощаюсь пока компания сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору доставки растамаживанию и отправки по россии автомобилей с аукционов японии компания сферокар ваш эксперт в выборе качественного автомобиля компания